Высокие резиновые сапоги или рыбацкий костюм, как на мне сейчас. Без этого спецнаряжения в пригороде Владивостока делать нечего. Из берегов вышла река Богатая и весь частный сектор она превратила в местную Венецию. Идти против течения, поверьте мне, очень тяжело. Бурный поток хлынул в жилые кварталы после сброса воды из двух водохранилищ. Мера была вынужденной. Сильные дожди, которые не прекращаются во Владивостоке уже вторые сутки, переполнили искусственные водоемы. Городские службы накануне предупредили жильцов, стоящих неподалеку домов. Многие люди успели эвакуироваться самостоятельно и разместиться у родственников. Но некоторым все же понадобилась помощь спасателей. На резиновую лодку Кристина и ее сын-школьник погрузили чемоданы. Семья торопилась в аэропорт, чтобы вернуться домой в Канаду. Такой первый раз в жизни со мной, с нашей семьей. Вот ребята спасли нас просто. Спасибо им огромное. Городская служба. Хорошо, что там была грязь. Если там не было грязь, то он бы все, затопился у нас. Дорога в аэропорт, впрочем, тоже не обошлась без приключений. Площадь перед терминалом ушла под воду. На регистрацию пассажиры бежали по глубоким лужам, а водители оставляли машины за сотни метров от аэровокзала. Автостоянку основательно затопило. Многие отъезжавшие опаздывали на свои рейсы. В аэропорт они добирались дольше обычного по перемытым трассам. Полтора десятка улиц в городе превратились в озера. Движение по дороге на популярный пляж Шамара было и вовсе заблокировано. Чтобы предотвратить массовые аварии, автоинспекторы перекрыли трассу. Последствия стихии в полной мере прочувствовали на себе жители таунхаусов на улице Почтовая. Напитавшись за ночь воды, подпорная стена рухнула прямо во двор. Обвалились десятки тяжелых бетонных блоков. Вот мы видим, как один из них забарикадировал входную дверь. Сели с размытых дождем сопок сошли и в других городских кварталах. Накануне оползни повредили с десяток припаркованных автомобилей. Коммунальные службы ликвидировали последствия до глубокой ночи. Освобождали дороги от камней и поваленных деревьев и прочищали засорившиеся ливневки. Городские власти признали, канализационные сети не справляются с большим объемом воды. Мы в этом году уже 24 ливневки отремонтировали и восстановили. Но сама проблема в нижних ливневках, где город строится, сбрасывается все в центральную ливневку, и она просто не в состоянии стока. Ну, я думаю, что мы сделаем выводы и будем в планах ставить именно большие затраты для города. Штормовое предупреждение, объявленное в Приморье из-за обильных осадков, синоптики продлили еще на два дня. До конца недели сохраняется вероятность сильных дождей. Спасатели контролируют уровень региональных рек и в случае паводка готовы приступить к эвакуации населения. Сергей Анцидин, Максим Минцев, телекомпания НТВ, Владивосток.